Закрыть глаза, чтобы поменять точку зрения, предложили Сбербанк и Пушкинский музей посетителям выставки тактильных картин, воспроизводящих знаменитые полотна из собрания музея. В ней собраны копии шедевров художников разных эпох и стилей из коллекции Пушкинского музея. Благовещение Сандро Баттичелли, Мадонна с младенцем Лукаса Кранаха-старшего, Натюрморт с атрибутами искусств Жан-Батиста Симеона Шардена, Нападение ягуара на лошадь Анри Руссо, А ты ревнуешь Поля Гогена, Старый еврей с мальчиком Пабло Пикассо. Картины делались в Испании, потому что это технология, которую воспользовался музей Прадо в Мадриде. И когда мы делали свой проект, мы хотели сделать его наверняка без экспериментов, то есть уже получить тот результат, который всех устраивал. Во Владивостоке к экспозиции выставки добавилась рельефная репродукция картины Николая Николаевича Харламова «Русская девушка», оригинал которой входит в фонд Приморской государственной картинной галереи. По окончанию выставки тактильная копия останется в галерее. Это первая получается в России передвижная выставка для незрячих посетителей. Она в каждом городе добавляется одной картиной, вот и может быть даже будет интересно, когда тур закончится, сделать какую-нибудь общую экспозицию, потому что выставка уже побывала в семи городах. Владивосток это восьмой город. Перед официальным открытием всем собравшимся предложили просмотреть фильм «Эксперимент. Представь себе» известных художников Катерины Гордеевой и Николая Ковылькова. Фильм посвящен незрячим людям и рассказывает об их восприятии шедевров в мировой живописи. Вот оно в винограднике. Ой, представляю, 1522 год. Боже мой. Выставка будет интересна и для людей, не имеющих проблем со зрением. Так, надевая специальные очки и наушники, любой желающий может погрузиться в мир тактильных ощущений и увидеть мир глазами незрячих. Тактильные картины созданы благодаря особой технологии рельефной печати. Все элементы, необходимые для понимания сюжета художественного произведения, получили объем. Фотографии исходных полотен обрабатываются специальным образом. К ним подбираются текстуры для передачи особенностей изображения. Так, например, одежда персонажа на ощупь воспринимается именно как ткань. Помимо этого, каждый экспонат сопровождается табличкой, которая написана шрифтом Брайля. Это позволяет тактильные картины считывать руками. Получить более полное представление о том, что изображено на том или ином холсте, позволяет аудиогид. Для картины «Русская девушка» его озвучил уроженец Владивостока Сергей Белоголовцев. Все это помогает зрителям, которые не имеют проблемы со зрением, лучше понять тех, кто в силу разных причин ориентируется в мире без помощи зрения. Я думаю, что тех чувств, которые испытывают слепые, я, конечно же, не почувствовал. Я к ним немножко приблизился. Немножко даже мурашки бежали по коже. На самом деле очень смутные эмоции, потому что это на самом деле очень сложно, когда ты ощущаешь это все руками, тактильно. Это совершенно иначе, чем то, что ты видишь. И очень сложно понять, потому как текстура везде настолько разная, что общее впечатление картине тяжело сделать. Благодаря огромному интересу экспозиция продолжит свое турне по городам России и в 2018 году. Жители Владивостока смогут оценить экспозицию до 20 января, посетив залы Приморской государственной картины-галереи на Партизанском проспекте 12. Дмитрий Беломеснов, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.